Меньше полугода прошло с того времени, как спортсмена Здравительного Центра Дельфин Евгений Рылов установил новый юношеский рекорд по плаванию на всероссийских соревнованиях. И вот еще победы. Женя первый на первенстве России среди юниоров и второй на чемпионате среди мужчин. Его товарищи Александр Подгузов и Александр Босягин в призеры соревнований. Все трое они гарантировали себе место в команде для участия в первенстве более высокого уровня. Признание в спорте можно заслужить только тяжелым трудом. Эти юноши уже давно мастера спорта, неоднократные призеры и победители соревнований. Но, несмотря на это, тренировки не прекращают ни на день. Оттачивание техники, наращивание скорости. Две недели назад юноши вернулись с победы с главного соревнования страны – чемпионата России по плаванию, который проходил в Москве в середине мая. Первым на дистанции 200 метров на спине среди юниоров стал Женя Рылов. Серебро у Саши Подгузова, а Александр Босягин взял бронзу на 200-метровке вольным стилем. Показав конкурентоспособное время заплыва, трое наших ребят заработали себе путевку на первенство Европы по плаванию среди юниоров. По дистанции 200 на спине у нас рекорд России 1,58,1, а европейский норматив 2,0,2,6. Женя Рылов проплыл 1,58,8. То есть это на 4 секунды, да, это в районе 7-8 метров отрыв от европейского норматива, но до рекорда России чуть-чуть не дотянуло. Но в целом время отлично. Останавливаться на достигнутом не в правилах этих мальчишек, а потому и тренировки стали для них работой. Серьезной и ответственной. Каждый день они проводят в воде по 4 часа. Ставить рекорды помогает им и уверенность в себе. Самое главное – это тренироваться, когда выходишь на соревнования. Не надо переживать, что у тебя что-то не получится. Просто надо делать то, что ты натренировал. Вот ты натренировался, берешь это и делаешь. И не надо бояться других соперников. Они такие же люди, как и мы. Упорные и настойчивые они с юных лет знали, чего хотят от жизни. Спорт, он закаляет характер. Он более подготавливает к жизни, нежели школа или детский сад. Он не прощает ошибок. Всем нужен только чемпион. И вот этим спорт мне и нравится. Что у тебя нет права на ошибки. Ты должен только победить и все. Таким все по плечу. Главная цель мальчишек – неоднократное участие и победа в Олимпийских играх. Первый шаг команда уже сделала. Евгений будет представлять Россию на второй летней юношеской олимпиаде в Китае в августе этого года. Да, приходится жертвовать временем ради достижения наших лучших целей. Но это того стоило. То есть каждая победа – это вообще просто супер. Покорение новых высот стало бы невозможным без поддержки и помощи окружения спортсменов. Победа ребят – это победа всего коллектива. Это команда. Это работает команда. Ребята, тренер, массажист, психолог поддерживают тренеры одного бассейна, другого. Создают все условия для того, чтобы ребята выиграли. И победа есть всегда, где есть команда. Я думаю, нам в этом повезло. Это единственный, наверное, путь к успеху. Вот так команда оздоровительного центра «Дельфин» опровергла мнение о том, что вырастить чемпиона на малой воде невозможно. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.